Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Нитя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Тинькофф Бизнеса тяжело живется. А сколько здесь почти квадратных метров? Пятнадцать приблизительно. Пятером вы живете в этом доме? Да. То есть две двести на человека в месяц. Вообще всего получается. Вы не платежеспособные. Первый потоп у нас был вот так вот. Честно, потоп. Так. Фотографии есть. Я обращалась. Выплатили нам всего лишь за наносит отопление 13 тысяч всего лишь. Когда сдохнули, как-то и вы будете. Скорая в 700 рублей. В смысле, как это? Вы так обыкновенный. Честно, очень сложно говорить. Привет, я Митя Олежковский. День добрый, а я Борис Акимов. Мы продолжаем путешествовать по самому социально-экономически неразвитому региону России, Еврейской автономной области, для того, чтобы найти свой гектар и построить на нем огромный кооператив. Мы очень устали путешествовать, ездить, и решили сегодня снизить скорости наши и познакомиться с тем, как живет молодежь в этой области. На самом деле, мы хотим узнать, какое будущее они рассчитывают построить для себя и какие перспективы они видят здесь. И поэтому, в общем-то, мы пойдем их искать, а вы присоединяйтесь к нам. Субтитры сделал DimaTorzok Понимая... В мире так далее пугает. Ты знаешь, я вот вообще знал, что в Биробиджане, одна из немногих вещей, которые я знал про Биробиджан, что здесь есть активная комьюнити дрифтеров, по-моему, так это называется. Я видел в каких-то передачах, по-моему, на Ютубе у кого-то, что вот ребята здесь, ну, про заезды на машинах в Биробиджане. Но мне кажется, прям клево, что чуваки чем-то занимаются, что здесь есть какая-то такая движуха, какая-то субкультура. Хотя все равно все эти ребята, они говорят, надо отсюда уезжать, делать здесь нечего, делать здесь нечего, надо отсюда уезжать, надо отсюда уезжать, валить надо, валить надо. Вот, но при этом все равно сами вот вещи. И вот это пустоту... Прокачивают свои тачки. Да-да, пустоту они вот этой прокачкой тачек заполняют, что, в принципе, неплохо. Ну, в общем, да, и главное, тут рядом же японские машины, их можно легко получать, они классные, мощные. Быстро ломать, легко получать. Ну, в общем, да. Ну, в принципе, вот нашего культура. Ну, так вот мы и занимаемся. И что делаешь? Тренируешься, делаешь брейк. Влад, а собирай команду! Нет профессии у меня. Я 14 лет просто занимаюсь брейком. Люблю это, вот, по сих пор просто это изучаю, как бы, и все. Кайф. Блин, ну, пока я только это люблю. Давайте пасы, короче, два назад. Дети, вот именно их поколение, оно более занято, например, чем у моего поколения было занято. То есть, опять же, это, опять же, английский, у кого математика, репетиторы, плюс спорт. Плавание, вот у нас здесь через дорогу, цель, это, ну, зато они здесь, они тут, они не так кровь сворачивают. Это, вообще, это, они тут гуляют нормально. Сразу говорю, когда вот их немножко больше приходит, вот Тимур еще, да, у меня у нас такой есть. Когда они начинают с другом взаимодействовать, все, и я ухожу из себя немножко. Везде, ну, в России, там, вот, 98-99 год пошел хип-поп, у нас чуть-чуть с опозданием пару лет, но все равно оно было, была волна. Оно есть, прибежали много рэперов, много там, боляков всяких. Есть, 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 рэпа, рэпа много. Не было раньше записи, а сейчас появилась запись, и все, вот они свернулись туда, вот это бла-бла-бла, я-я-я там. Ну, и, как бы, это легко, я считаю, это легко. Я проснулся, вот оно у меня, вот у меня компьютер, вот у меня там аудишн 1.5, как бы, ну, в принципе, но сложность, конечно, была, что покупать, там, никто не мог помочь, какой мишерный пульт, какие провода, что подсоединять. То есть я жертвую многим там, я себе там полгода, я там в драке поучаствовал, мне выбили зубы, я полгода себе не вставлял зубы, я там себе купил новый компьютер, допустим, там, поехал на завод, там, на рыбу, там, мечтал о машине, не купил машину, там, купил новые себе колонки, там, как будто мониторы, знаете, там, сложил в них, но я слышу, как бы, мне нравится. У нас из концертно-оборудованных залов, это дом культуры, понимаете, это дом культуры, это нельзя там такое прокатить, ну, и филармония, все, то есть клубов у нас нет. У нас, ну, нет именно такого помещения, андегран-помещения, где мы могли бы там, да, там, показывать, что мы рэперы, мы там, с такой жизненной позицией, с такими текстами и так далее. Ну, вот я сейчас вот привез там, вот мне подарили, ну, не подарили, а дали на пользование, синтезатор, вот я что-то там изучаю, пробую, может быть, там, за этот год, за эту зиму, если я в Корею на заработки не уеду к весне, то, может быть, я буду учиться, я уже буду выходить со своей музыкой. А какие заработки? Стройка? Стройка, я моя, что еще? Ну, вот так. В Россию на вату я больше не поеду, я не хочу. Вообще, я знаю, что в Корею ездят вообще многие, то есть, ну, не только с нашего города. Зарабатывать? Да, именно на заработки, да. Вата, где придумали хип-хоп? В Восточном побережье, в Кайгандах, приехал. А зачем? Чтобы им не заниматься, чтобы уйти от зла. Красавчик, скажи это всем рэперам. Чтобы уйти от зла придумали брейк. Да, хочу уехать, куда, где тепло. Где не надо там покупать, там за 150 тысяч эти дубленки там и так далее, то есть, вот, одно. А есть какая, ну, например, работа, зарплата, которая бы тебе, ты подумаешь, может, ты не надо никуда езжать, мне вот здесь нравится. Да здесь холодно. Уже я даже, вот мне 27 лет, я ни разу на море не отдыхал, представляете? Ни разу? То есть в Израиле не вариант уйти? Нет, я бы уже давно свалил, бы уже там, отслужил бы в армии. Я не знаю, выполнил бы все, что там нужно и спокойно строил бы себя дома. На самом деле, он даже формализованный и интегрированный социум, занимается с детьми, там, муниципальным учреждением, классом. Причем вообще не боится детей. Такая редкость для вообще молодежи сегодня не бояться детей. Не бояться любить. Да, любить похоже. Причем он абсолютно идейно это делает, он воспитывает будущее поколение после себя, чтобы, и причем идейно передать им свои идеи, свои ценности. Это же прям осознанное клевое действие. Я вообще не так часто, там, в Москве или в других городах встречаю каких-то молодых людей, там, 25 лет, скажем, в среднем, которые бы с любовью и энтузиазмом как-то искренне занимались бы с детьми. Мне всегда казалось, что это приходит только с возрастом. Мне особенно нравится, что он говорит, я никогда нигде не работал, потому что хочу сохранять свободу. Это могло бы выглядеть, как такая, знаешь, глупость, какой-то понт, но при том, что он действительно сохраняет свободу, действительно имеет какие-то ценности, какое-то вот свое внутреннее наполнение, пытается его донести до других. Ну, совсем другой, совсем другой вообще вид приобретает. На самом деле, в каком смысле лукавство, что никогда не работал. Ну, а это же работа тоже? Да, нет, конечно. Это же работа. Имеется в виду, что никогда не ходил в присутствии, никогда не состоял нигде на работе. По-моему, это очень здорово. Да, за восемь с половиной тысяч километров. Интересно. Ты в Российске родился? Да. Все быстро прожил. Так что, в Дальний Восток привлекает людей? Есть просто тут, куда развиваться, что развивать. Там в Российске полно всего? Да там ничего не откроешь. Там бесполезно, там очень. Там все уже занято. Во! А здесь все свободно. Здесь все свободно. О чем речь? И вы как раз с местными жителями, когда встречаешься, они говорят, ну что у вас тут? У вас ничего, говорю, ну класс, ну что ничего, у вас есть много возможностей, что здесь сделать. Раз ничего нет. Было бы желание. Желание есть, поэтому и приятно. Ну какие планы на жизнь? Ну закончить медицинский колледж, которым я сейчас учусь. Ну надеюсь, закончу его хорошо. И дальше я думаю идти работать куда-нибудь в военное. Ну как-то тянет меня туда форма. Да? Да. Военный кем? Ну я думаю, очень хочется мне МЧС. Прям туда. Спасателем? Ну да. Спасать людей? Да. Ну просто прям лежит душа, знаете, как бывает такое. Потому что в военном городке жила? Ну возможно, потому что у меня родственник, ну очень военный, там, как бы родители и все такое. Ну у тебя планы здесь остаться? Нет. Или куда-то уехать? Не хочется уехать отсюда. Куда? По крайней мере пока здесь ничего, ну как бы, я не вижу здесь никаких возможностей для развития. Хочется уехать куда-нибудь, например, в Велосток. То есть все равно в Дальний Восток России? Ну остаться, да. Не в Москву? А вообще у тебя есть знакомые, которые уехали отсюда? Очень часто уезжают люди. Ну прям прям при первой возможности мне кажется, кто хотел, уехал. А вот странно согласиться, что есть местные жители, те, кто здесь живет, у них такое ощущение, что это дыраж, надо уехать, здесь нечего делать. Но при этом мы сегодня за день встречаем уже второго человека, ну в разное время, но тем не менее, приехавшего сюда, кто из Донецка приехал, кто из Новороссийска, переехали сюда, именно потому что приехали почему из тех мест, где много чего есть, много чего происходит, они уехали оттуда, потому что они говорят, ну а что там делать, там уже и так все есть. Здесь, которые люди живут долго там, они не видят здесь ничего, ну допустим, неразвития, потому что здесь не развивается ничего, люди, которые приезжают, допустим, ну вот как приехал Антон с Новороссийска, он увидел там много всего. Допустим, также этот вот бар, который, ну в котором он работал, он это все увидел и приехал сюда, чтобы это здесь осуществить, мне кажется, ну мотивация к чему-то должна быть у людей, а здесь, мне кажется, нет мотивации уйти. За вашей спиной филармония, ну там очень редко приходят такие концерты, которые кого-то увлекают, ну вот именно прям, чтобы молодежь туда ходила, чтобы именно что-то смотреть, как-то развиваться именно в этом плане, какие-то представления театральные тоже, ну там такого не проходит, на самом деле я не слышала даже. Иногда приезжают какие-то к нам, ну именно с Москвы, там звезды, но это тоже редко бывает. А кого бы нужно сюда привезти, чтобы это увлекало? Я бы пошла на каких-нибудь рок-исполнителей, которые не из России. Например? Ну например, какой-нибудь Imagine Dragons. А ты занимаешься какой-то волонтерской деятельностью? Ну я участвую, да. А в чем? Расскажи. Ну я состою в РСО, это российские студенческие организации, то есть, ну, также организовывают всякие мероприятия для молодежи, для студентов в основном. В медицинском колледже, состою в совете, ну, в волонтерском. Помогаем ветеранам, ну, старикам также ходим. Деятельность у нас еще именно медицинская. Вот недавно, не знаю, может быть вы видели, стояли такие как-то вагончики, ну типа вагончиков, и называли на прививки людей против гриба. Ну да, у нас в Москве тоже такие есть. Ну вот, у нас здесь тоже так же проходили такие же мероприятия. Вот так вот встретились два совершенно... Два мира. Два мира, два разных человека, встретились в одной точке, в этом клубе Шейк, на площади филармонии в Биробиджане. Один приехал сюда за возможностями, другая не видит возможности. Уезжает и хочет уехать сюда, потому что не видит этих возможностей. Мне кажется, это прямо... Мы все время об этом, собственно, и говорим. Да. О том, что такое пустота, это возможность. Но видят это очень немногие. Кстати говоря, мы-то здесь именно поэтому. Очень хочется заполнить это за пустоту. Заполнить пустотой. И ловить кайф, и ловить кайф. Без этого вообще ничего нельзя делать, мне кажется. Без кайфа жизни нет. Ваше здоровье. За успех нашего безнадежного предприятия. За гектар. Сказал, что ты будешь инвестировать сколько-то миллионов биокоинов в развитие нашего дальневосточного проекта? Да. Сколько? 40 миллионов. 40 миллионов? Да. Чего? Биокоинов. Что это такое? Мы выпустили свою фермерскую криптовалюту. Так. И сейчас мы ее продаем. Называется продажа на ICO. Initial Coin Offering. Ну, в общем, первичное размещение... Это как IPO в акции. Да, типа IPO только в криптомире. Так. Мы продаем 40 миллионов биокоинов на вырученные от продажи деньги мы создаем фермерское наше хозяйство, кооператив здесь. То есть ты можешь сказать, что кто-то нам даст деньги на том, что создать здесь кооператив? Да. И правда кто-то даст деньги на то, чтобы в еврейской автономной области два бородатых чувака создали кооператив? Да. Интересно, интересно. Да. А в чем фишка биокоина? Почему люди должны повестись и дать на это деньги? Это наверняка какая-нибудь пирамида. Название похоже на биткоин. Да. И био. Ну, био. Ну, так. Что такое деньги вообще? Деньги — это доверие. Есть люди, которые нам доверяют. Они инвестируют деньги в биокоин, мы инвестируем в наши фермерские проекты на Дальнем Востоке. А они получают какую-то отдачу? Они получают отдачу от того, потому что мы выходим на биржи, в том числе международные криптобиржи, стоимость биокоина растет, они зарабатывают на этом. Слушай, ну, в России же это все запрещено. Ну, и не запрещено. У нас просто это никак не регулируется вообще. Это не можно и нельзя. Ну, Путин недавно сказал, что в июле, там, 18-го года, к июле 18-го года должно быть регулирование. Пока его нет. Поэтому мы живем в рамках тех законов, которые есть сейчас. Они, в общем, тоже это позволяют сделать. То есть реально, легально собрать какое-то количество денег? А сколько, кстати, ты денег хочешь собрать? Ну, вот на реализацию дальневосточного проекта 40 миллионов биокоинов, ну, то есть где-то 60 миллионов рублей я хочу привлечь. А в целом? А в целом около миллиарда рублей на развитие вообще фермерского проекта. Лавка-лавка, биокоины. Ну, это прям офигенные деньги. Да, давай выпьем. Да, чтобы все получилось. Слышал историю про то, как цыгане продавали биткоины. В Сербии, по-моему. Ну, не в Сербии, говорят, что в центре Москвы это было. Где-то, чуть ли не на Петровке. Не знаю, я покупал в Сербии. А купил? Заходите на сайт biocoin.bio и покупайте там. Ура! Дыхаем. Чемодан, вокзал, Израиль. Это недавнее прошлое еврейской автономной области. Чемодан, вокзал, Беребиджан. Это, мы надеемся, ближайшее же будущее еврейской автономной области. Этому городу очень нужен пинок. Огромное количество людей сидит здесь и не знает, какое будущее построить для себя, какое будущее выбрать и как его реализовать. Огромное количество людей уехало отсюда уже, а еще оставшиеся мечтают уехать, либо думают о том, чтобы перебраться в другие регионы России. Но есть и такие, которые вернулись сюда, потому что они видят здесь для себя большое количество возможностей. То есть им кто-то дал уже пинок. Да, им уже кто-то дал уже пинок. И вот нужно, чтобы вот этот массивный пинок был дан по заднице всем жителям города. И тогда они снова полюбят свою малую родину и заживут здесь с энтузиазмом и любовью, начнут делать что-то, что важно и нужно для этой территории. Ну, а мы надеемся, что именно наш кооператив, именно наша затея поможет создать здесь новые рабочие места, придать новый импульс развития экономики, новый импульс развития культуры, искусства. Развитие равно пинок. Да, развитие равно пинок. А вы, в общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик и следите за тем, как мы продолжаем исследовать еврейскую охранную область и искать тот самый дальневосточный гектар, который станет этим волшебным пенделем для развития этой прекрасной земли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!